Забег «Память» проводится уже в 32-й раз. В этом году символическую традицию продолжили после перерыва в несколько лет. Предваряет выход на дистанцию торжественное начало – возложение цветов к монументу воинов-интернационалистов. 30 жителей Бреста погибли в Афганистане. В их честь у монумента – памятная табличка. Сам же памятник олицетворяет всех солдат и офицеров, которые не вернулись с той войны. Задача нашей организации, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане – это оказание помощи и поддержки ветеранам, инвалидам и членам семей погибших. Патриотическое воспитание и увековечивание памяти. А сейчас у нас еще очень серьезная задача, над которой мы вместе работаем. Только вчера мы провели расширенный совет нашей организации, Брестской городской организации, и приняли решение по усилению работы в этом направлении. Наши ветераны постоянно участвуют в лекторских группах, проводят встречи с молодежью и встречи в трудовых коллективах. Это, в первую очередь, патриотическая акция, но в том числе и приобщение жителей нашего города к здоровому образу жизни. Отрадно, что это мероприятие проходит в обновленном парке воинов-интенцистов, и работы по его обновлению продолжаются. И здесь уже стало более удобно, более комфортно для отдыха бричан. Ну и самое главное – это, конечно, акция направить молодежи, то, что нужно помнить, свою историю, и это тоже направлено на патриотическое воспитание молодежи. Первый забег – традиционно символический, длина дистанции – 400 метров. Ветераны и члены их семей все вместе преодолевают дистанцию. Хлопок стартового пистолета – и вперед. Это тот случай, когда нет необходимости доказывать, кто первый, так как их объединяет одна история. В первом забеге принимал участие 30 лет назад, еще будучи военнослужащим 50-й бригады. Потом судьба распределила меня на границу, связала, вспомнили молодость, связала с афганской организацией. И сейчас регулярно принимаем участие во всех их положительных начинаниях. Иногда жалеем, что молодежи мало, но это легка беда начала. Люди увидят, придут и будут бегать, будем заниматься патриотическим воспитанием на благо нашей страны. Вторая дистанция – 2000 метров. Самый массовый забег – 10 километров. В нем приняли участие мужчины и женщины в нескольких возрастных категориях. Когда мы проводим пробег, на это откликаются с большим интересом. Приезжают люди из Минска, Афганца, из Жлобина. Мы их всегда ждем и очень рады их приветствовать. Народ, который приезжает сюда, они едут за участием. Вот этот пробег – это где люди едут просто, чтобы поучаствовать. Да, некоторые, конечно, хотят показать результаты. Но первое, что в этом пробеге такого символичного – это именно парк, где не соревновательная площадка, а просто площадка для получения удовольствия от бега. Сама дистанция, если это уже профессиональные спортсмены, им нужна более гладкая, более длинная. А это именно парк. Война-аваганцы – памятное место для брещан, памятное место для спортсменов. В этот день на старце более 170 участников. Это юные спортсмены и студенты, военнослужащие и просто бегуны не только из Бреста. В забеге участвую, потому что хорошее проведение времени. Почему бы в субботу не побегать? Тем более, ну, просто нравится бегать. Занимаюсь спортом, ну, уважаю, естественно, воинов-афганцев. Ну, когда была торжественная речь, выслушал, понравилось. Ну, и, в принципе, отношусь к таким мероприятиям с уважением. Без прошлого нельзя построить будущее. Надо знать свою историю, тем более такую важную. В Бресте меня позвали, как бы, поддержать забег афганцам, которые участвовали в военных действиях. Ну, приехал пробежать, их память, 10 километров с города Борисова. Ну, как бы, нормально. Для меня я занимаюсь спортом, всю жизнь, как бы, лыжами, бегаю. Сохранение памяти – дело, которое в первую очередь возлагается на потомков. И тогда смело можно говорить, что никто и ничто не забыто.